Рисаш, моя семья уже в это время давно жила вся за границей. Мама, брат, первая жена с детьми, вторая жена с ребенком, жили в Америке. Я системастически раз в месяц на неделю приезжал в бывший, будем так говорить, Советский Союз. Приезжал в Узбекистан, в Россию, где вел бизнесы. Ну и когда получилась такая возможность вдруг, неожиданная, приехать в Израиль, и по приезду сюда в течение недели, которую я провел в Израиле, это май месяц, как мне память не изменяет, побывал в Тель-Авиве, побывал на святых местах в Иерусалиме, съездил в Эллад, отметил для жены день рождения. И даже не могу объяснить сейчас, что со мной произошло. Меня очень сильно потянуло сюда, в Израиль. И я принял решение остаться здесь. И с этого момента начал заниматься переездом в Израиль. Начал искать квартиру, дом и готовиться к переезду своей семьи в Израиль. Корзину абсорбции брали? Обязательно, как же, как все евреи. Это шутка, конечно. Я никогда о ней не думал и не слышал в то время, что есть такая корзина абсорбции. У меня остались, Александр, там бизнесы большие, которые я создал. Остались мои друзья, мои партнеры. Остались люди, с кем я шел по жизни с детства. Конечно, я следил за всем этим, наблюдал за этим. Но получилось так, что когда я уезжал в свое время, это в начало 90-х, я еще не был гражданином никакой страны. Так получилось. В принципе, это был не Советский Союз уже. Это не была ни Россия. И уже будучи гражданином Израиля, я понял, что мое место здесь. И меня как-то не очень-то тянуло возвращаться туда. Я положился полностью на тех людей, которые вели эти бизнесы. На своего брата, на Махмудова Искандера, который там руководил в то время бизнесами моими. Ну и, в принципе, отдался всем тому, что, как говорится, жизни здесь, своего обустройства. Периодически, конечно, выезжая в Европу, к тому времени было много у меня предложений от европейских компаний. Я ездил на встречу в Европу, разговаривал, договаривался, посылал их туда, в Россию, назад. Они ездили, встречались с моими партнерами, создавали бизнесы. И так проходило все, будем говорить, рабочее для меня время. Еще начало источника, когда строились эти бизнесы, Искандер был с самого начала со мной. У нас сложились такие отношения с ним доверительные, что я ему полностью доверял. И когда я уехал в середине 1994 года сюда, в Израиль, переехал, то у меня даже я никогда не задумался, могу ли я ему 100% доверять или нет. Я знал, что это возможно. И по сегодняшний день он это доказывает. Он не только мой партнер, но и преданный мой друг. То есть разочарования никогда не было? Никогда не было разочарования. А было разочарование от кого? Спасибо.